Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео Авторынок. Если вы еще на нас до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На канале масса полезной и интересной информации о том, что касается приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры в различных форматах. Ну а если интересует больше информация о нашей компании, либо автомобили в наличии, все это будет по ссылочкам, которые вы найдете в описании под видеороликом. Пожалуй, самыми продаваемыми кроссоверами российского рынка в свое время была троица, состоящая из Honda CR-V, Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander. Все это японцы, крайне уважаемые в нашей стране, в том числе за свою легендарную надежность. Но что делать, когда годы идут, пробеги наматываются, автомобили не становятся свежее, и найти Honda CR-V RAV4 или тот же Outlander в хорошем состоянии становится все тяжелее и тяжелее. Здесь на выручку приходят автомобили-клоны. Тиражи их продаж в свое время были гораздо ниже, чем у исходных моделей. Но, возможно, меньшая популярность. И тот факт, что такие машины реже ходили по рукам, способствует их лучшей сохранности. Поэтому, если вы уже отчаялись обнаружить на вторичке Mitsubishi Outlander XL, присмотритесь к нашему сегодняшнему гостю Peugeot 4007. А вот о том, есть ли различия между этими автомобилями, и если да, то в чем в нашем сегодняшнем обзоре. Peugeot 4007 Peugeot 4007 выпускался с 2007 по 2012 годы и продавался в нашей стране по каналам официальных дилеров. Купить такую машину можно было с одним из следующих вариантов силовых установок. Двухлитровый бензиновый двигатель на 147 лошадиных сил, который сочетался с механикой, либо вариатором передним, либо полным приводом. 2,4 литра бензина на 170 лошадиных сил в сочетании с МКПП, либо вариатором и только с 4 ВД. Также была представлена дизельная версия, которой был лишен исходный Outlander. 2,2 литра на 156 лошадиных сил, и коробка передач там стояла роботизированная, а привод был только на 4 колеса. А вот версии с V-образной шестеркой на 3 литра и 220 лошадей у этих автомобилей не было. Сегодня у нас на подъемнике 2011 год, двушка, 147 лошадей, вариатор и полный привод. Пробег этого Peugeot 4007 97 тысяч километров. Отличающийся от исходного Mitsubishi Outlander оформлением передней части и дизайном задних фонарей, Peugeot 4007 имеет следующие габаритные размеры. Длина кузова 4 метра 63 сантиметра, ширина 1 метр 80, а высота 1 метр 71. Колесная база этого кроссовера 2,67, а радиус разворота составляет 5,3 метра. Автомобиль нелегкий, снаряженная масса 1715 килограмм, максимально разрешенная 2 тонны 290. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то здесь никаких различий с исходной моделью Mitsubishi Outlander не будет. Эти автомобили окрашены очень тонким слоем краски с завода. И, как правило, разбег показаний толщиномера для заводской краски на них будет лежать в диапазоне от 60-70 до где-то максимум 100-105 микрон. Кузов этого автомобиля весь из черного металла исключения. Это панель крыши. Здесь она алюминиевая. Соответственно, эти автомобили довольно легко и непринужденно обрастают в процессе эксплуатации сколами и царапинами. Поцарапать борт такой машины можно даже при помощи веток во время вылазки в лес. Так что подобные машины, скорее всего, за свою жизнь успевают пройти через восстановительную полировку кузова. А некоторые и не по разу. Что касается коррозионной стойкости этих автомобилей, то, как показал опыт с Outlander первого поколения, в первую очередь в зоне риска здесь находятся заднеколесные арки. Осматривать этот район кузова стоит обязательно. Да и вообще не следует пренебрегать осмотром подобного автомобиля на подъемнике. Обзор внутреннего пространства автомобиля начнем с багажника. Для кроссовера это весьма серьезный показатель. Объем багажного отделения этого автомобиля в его пятиместной версии, а в России продавались Peugeot 407 с третьим рядом. Правда, он был, по сути, чисто декоративный, но либо детский, представлявший собой дополнительную скамейку, без кавычек, открывающуюся из пола багажника. Это 441 литр, а при сложенных сидениях 1686. Вооружимся рулеткой и посмотрим, сколько это в линейных размерах. Пятая дверь у этого автомобиля, как и у Outlander, представляет собой две секции, одна из которых открывается в виде своего рода борта. Причем вполне позволяет на ней сидеть при необходимости. Ширина проема багажника у этого автомобиля далеко не запредельная. Всего 97 сантиметров в средней части. Высота проема 94 сантиметра. Ширина в наиболее узкой части 94, а в широкой 130 сантиметров. Ну а расстояние по полу от заднего борта до задних сидений 95 сантиметров. Для перевозки большого объема груза вы можете сложить заднее сидение. Здесь они складываются, кувыркаясь вперед. И, соответственно, перекрывают расстояние между передними креслами. Поэтому для перевозки длинномеров подобная схема не очень удобна. Но при сложенных сидениях вы можете увести здесь нечто длиной до 1,48 м. Что касается дополнительных удобств и фишек по багажному отделению этого автомобиля, то здесь, по большому счету, нет особо ничего, кроме 12-вольтовой розетки сверху, штатного инструмента, который прячется справа за фальшпанелью, и небольшого отсека, куда можно поставить, например, какие-нибудь канистры с техническими жидкостями или набить ветоши. Также на потолке у нас присутствует плафон освещения, и с левой стороны на полу скрывается болт, вращая который вы опускаете запасное колесо, которое в данном случае размещено под полом багажника снизу. Ну а теперь про салон. Здесь отличие от Outlander на самом деле минимум. Разве что у российских Outlander не было варианта с комбинированной отделкой салона. Они шли либо на велюре, либо на коже. У Peugeot 4007 промежуточный вариант. Здесь кожаные боковины, велюровые вставки, но очень небольшие по площади. И основная площадь сидения занята тканью, причем достаточно грубой на ощупь. По-европейски грубой, я бы сказал. На то, что вы находитесь не в Outlander, вам намекает разве что эмблема по центру рулевого колеса. Все остальное без изменений. Салон этой машины соответствует таковому у рестайлового Outlander XL. Здесь также убран с передней панели верхний бардачок и все такой же жесткий пластик. Кстати, очень неустойчивый к царапинам, поэтому будьте с ним аккуратны при эксплуатации. Зато у Mitsubishi Outlander и, соответственно, у Peugeot 4007 все в полном порядке по части эргономики. Здесь очень удобные сидения. У них довольно ярко выраженная боковая поддержка на спинке и даже на самой подушке. Регулировка руля присутствует. Она механическая и руль здесь регулируется только по наклону. По вылету регулировки нет. Зато диапазон регулировок кресла огромный. Если отодвинуть водительское сидение до упора назад, то при росте 1,86 м я могу полностью вытянуть левую ногу, выпрямив ее в колени. И это еще не задействована регулировка по высоте. А вообще, соотношение расположения сидения педального узла и рулевого колеса у этих автомобилей одно из самых оптимальных в классе, по крайней мере, среди своих одногодок. Комбинация приборов позаимствована от исходного Outlander без изменений. Здесь очень даже удобная. Белые шкалы, красные стрелки, крупная цифровка, два физических колодца, спидометр и тахометр и дисплей бортового компьютера по центру уже, также цветной. На нем отображаются разного рода дополнительные сервисные сообщения наподобие индикации незакрытых дверей, режим работы системы полного привода, температура за бортом, температура двигателя и уровень топлива. Ну и, конечно, пробег и режим работы трансмиссии. Подрулевые переключатели располагаются на своем месте. Тянуться к ним не приходится. Они удобные. За рулевым колесом также есть лепестки для переключения передач в ручном режиме. Виртуальных передач, конечно, ведь речь идет про вариаторную КПП. Что касается кнопок. На дверной карте с левой стороны стандартный блок управления стеклоподъемниками, центральным замком. Ничего оригинального. Боковые зеркала имеют функцию складывания с кнопки. Слева внизу дополнительный блок клавиш, две заглушки, система стабилизации и корректор фар. Здесь он механический. Слева от руля присутствует кнопочка «Инфо», позволяющая листать страницы бортового компьютера. На самом руле слева управление магнитолой, справа круиз-контроль магнитола полностью позаимствована от исходного Mitsubishi Outlander и является отсылкой к модели прародителю Mitsubishi Lancer, на базе которого, собственно говоря, все и завертелось. У этих автомобилей автоматический климат-контроль, правда, однозонный. Все управление осуществляется при помощи удобных поворотных рукояток. И это огромный плюс. Регулировать температуру обороты и режимы обдува можно, не отвлекаясь от дороги. Внутрь этих колец вписаны кнопка включения-выключения кондиционера, а также включение-выключение подогрева заднего стекла. Селектор коробки передач в данном случае не имеет кнопки блокировки. Здесь прорезь в виде змейки и отдельная секция для ручного режима. Можно переключать передачи вручную, как при помощи лепестков, так и самим селектором. Далее у нас располагается шайба выбора режимов работы полного привода. Эту машину можно оставить принудительно на переднем приводе. 4 ВД в авторежиме, когда задние колеса подключаются в работу при необходимости. И блокировка муфты, когда автомобиль начинает движение с двух осей сразу, до 40 км в час для тяжелых условий. Ручник здесь самый обычный механический, но клавиши подогрева в сидении расположены, мягко говоря, не особо эргономично. Рядом с гнездами для ремней безопасности. Два режима. Сильный и слабый нагрев, как и на исходной модели. Что касается бардачков, подстаканников и разного рода мест для хранения, здесь у нас есть довольно большая полочка, куда можно кинуть смартфон внизу консоли. Перед селектором коробки передач располагается маленький подстаканник, два побольше, за шайбой выбора режимов работы полного привода. Бокс в центральном подлокотнике не слишком объемный, но разного рода крупные предметы сюда все же войдут. Также здесь есть дополнительная 12-ти вольтовая розетка. Основной бардачок здесь двойной, но не слишком шокирует своим объемом. Впрочем, под документацию формата А4, сложенную вдвое, он сгодится. Верхний бардачок, по сути, представляет собой холодильник для напитков. Открыв сопло кондиционера, вы можете остудить бутылку с напитком, если такая необходимость у вас возникла. Ну, либо использовать его как дополнительное место для хранения. На потолке присутствует футляр для очков, а внизу дверных карт длинные кармашки, передняя часть которых отформована для установки туда бутылки, либо банки с напитком. Также надо добавить, что у водителя с его стороны есть дополнительный подстаканник, выдвигающийся из передней панели. Что касается обзорности, то вопросов здесь, по большому счету, нет. Боковые зеркала очень крупные по площади, и хотя машина не оборудована системой мониторинга слепых зон или чем-то подобным, пользоваться ими удобно, и вопросов при перестроении в потоке возникать не будет. Лобовое стекло здесь от вас далеко, не возникает ощущение, что смотришь на мир через амбразуру, несмотря на то, что сама линия панели относительно высокая. А вот капот, если и будет здесь виден, то не весь полностью, и только при максимально поднятом вверх водительском кресле. Ну а с парковкой задним ходом может выручить камера заднего вида, если предыдущий собственник заморочился с установкой таковой на машину. Давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Сидение заднего ряда здесь плоское, рассчитано оно явно на размещение троих человек. При этом, кстати, в этом автомобиле присутствует регулировка сидения по длине. Вы можете придвинуться ближе, если вам надо, освободить место в багажнике. И даже при такой посадке колени контачат, но еще не упираются в сидение при моей собственной регулировке. Напоминаю, рост метра 86. Ну а если сдвинуть сидение назад до упора, то колени и вовсе до сидения переднего не достают. Тоннель на полу есть, но он очень небольшой высоты и не препятствует размещению среднего пассажира. Регулировка спинки по наклону присутствует. Правда, диапазон ее небольшой. Это самое вертикальное положение, самое прямое. Запас пространства над головой по-прежнему сохраняется. Ну а вот это максимальный уклон назад. Сидеть здесь удобно. Плюс у задних пассажиров присутствует свой откидной подлокотник, в котором, в свою очередь, есть два подстаканника. Каких-то дополнительных удобств для задних пассажиров в виде отдельных подогревов или дефлекторов вентиляции здесь, конечно, нет. Плафон освещения на потолке, подлокотник, да, место, куда можно приткнуть бутылку с напитком внизу дверной карты. Что касается силовых агрегатов. Базовым в линейке бензиновым мотором для этого автомобиля являлся двухлитровый агрегат мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 195 ньютонометров. Подобная силовая установка в сочетании с вариатором разгоняет Peugeot 4007 до первой сотни за 12,2 секунды. Максимальная скорость с этим мотором составляет 180 километров в час. Этот двигатель не что иное, как 4B11 от Mitsubishi. Для наглядности мы даже привели фрагмент номера двигателя, который располагается здесь на площадке масляного фильтра и находится в прекрасной доступности для чтения без всякого специнструмента. Нужен разве что фонарик. В отличие от концерна Renault-Nissan, здесь Peugeot даже не удосужилась переименовать агрегат. Лишь убрали эмблемы Mitsubishi с крышки. По конфигурации 4B11 это рядная алюминиевая четверка. Здесь два верхних распредвала и нет гидрокомпенсаторов. Регламент регулировки зазоров около 90 тысяч километров. Выставляются они при помощи подбора толкателей. Впрыск топлива у этих двигателей самый обычно распределенный. А привод газораспределительного механизма выполнен цепным. Кстати, ресурс этой цепи около 150 тысяч километров. Но бывает, она выхаживает больше. К пробегам 200 тысяч плюс у этих двигателей вполне может проявляться расход масла на угар. И связан он может быть не только с залеганием колец, но и с износом сёдел и направляющих клапанов. Так что на дымность подобные автомобили проверять нужно в обязательном порядке. Но в целом, если этот двигатель обслуживать, вовремя менять масло и не перегревать, то эта рядная четверка проедет под 350 тысяч километров. Не сказать, чтобы эти моторы были склонны чем-то докучать своим владельцам. Шумную работу можно отнести скорее к особенностям данной силовой установки. Также здесь часто наблюдаются запотевания, либо подтеки масла по лобовине двигателя, по клапанной крышке, а также по заднему сальнику коленчатого вала. Ничего специфического. Ну а на автомобилях с большим пробегом можно также встретиться и с прогаром прокладки приемной трубы. Что элементарно диагностируется на слух. Машина начинает по спортивному рычать. Следующий по объему двигатель 2.4 это 4B12. И про него можно сказать все то же самое. Разве что чуть сложнее конструкция. Чуть сложнее за счет наличия блока балансирных валов, которых лишен двухлитровый вариант. Как мы уже упоминали во вступлении, французы не имели под капотом V-образной шестерки объемом 3 литра. Зато здесь официально ставился дизель. На аутлендерах дизельный двигатель ставился только на европейский рынок. В России такие официально не продавали. Французы же решили рискнуть. И вывели в официальные продажи двигатель маркировкой DV12MTE-D4. Этот дизель выдает 156 лошадиных сил и крутящий момент в 380 ньютонометров. А это очень серьезный показатель. Блок двигателя сделан из чугуна. Здесь два верхних распредвалов, а за вращателей нет. А привод ГРМ у дизеля комбинированный, ременно-цепной. Впрыск топлива типа Common Rail и, конечно, турбина в качестве нагнетателя. Объем такого двигателя 2,2 литра. И это на самом деле неплохой мотор с точки зрения надежности. Он экономичный и тяговитый. Основная проблема здесь кроется в его топливной системе. А именно в ее пьезофорсунках, которые крайне чувствительны к некондиционному дистопливу. Так что заправляться абы где владельцам дизельных Peugeot 4007 мы бы не советовали. Каких-то глобальных проблем этот двигатель обычно не приносит. Да, бывают вопросы по регулированию наддува турбины, связанные с передувом, либо недодувом. И с экологией. А именно с сажевым фильтром. Решение заменить или ампутировать, который уже лежит в компетенции владельца. В целом подобный дизельный мотор можно было бы смело рекомендовать к покупке, если бы не одно «но». Но об этом чуть дальше. А это самое «но» – коробка передач. С дизелями на Peugeot 4007 агрегатировался робот. Двухдисковый с мокрыми сцеплениями. Маркировка такой коробки SP56 или 6DCT470. Данная трансмиссия на подобных автомобилях не очень хорошо переваривает высокий крутящий момент дизельного мотора. Ресурс сцеплений здесь около 100 тысяч километров, а в некоторых случаях и того меньше. Самое неприятное, что изнашивается на этих роботизированных КПП не только фрикционная накладка сцеплений, также повышенные нагрузки и, соответственно, риск выхода из строя здесь несут сами муфты сцепления. В некоторых случаях ломались даже вилки выбора передач. И в этом случае коробка оставалась либо без четного, либо без нечетного ряда. Надо отметить, что подобные трансмиссии в случае их выхода из строя в нашей стране никто особо не ремонтирует, предпочитая заказывать контрактные агрегаты из Европы. Но сколько такой вариант пройдет, никто, по сути, предсказать не может. А вот то, что ремонт роботизированной КПП выйдет дороже, чем починить вариаторную коробку на бензиновой версии, это однозначно. Поэтому, если вы смотрите для себя дизельный Peugeot 4007, предпочтительнее взять автомобиль на механике, где замена двухмассового маховика, если она все же случится, не ударит по карману настолько больно. Что касается бензиновых версий, то такие автомобили комплектовались вариаторами фирмы JATCO GF 011E. Та же самая трансмиссия стоит на Outlander, та же самая коробка стоит на Nissan X-Trail и так далее. Очень распространенная КПП с огромным количеством запасных частей на нее, которую давным-давно уже научились обслуживать и ремонтировать. А если менять масло в такой коробке раз в 40 тысяч километров, и не давать ей каких-то сверхнагрузок в плане бездорожья или гоночного стиля вождения, то и ресурс у такого вариатора превысит 300 тысяч километров. Ну а перед тем, как посмотреть на Peugeot 4007 на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Его каталожное значение для данной модели 20 сантиметров. Вооружимся рулеткой и проверим эти цифры на соответствие. Самая низкая точка в данном случае располагается под защитой моторного отсека, и это те самые 20 сантиметров. Брызговики под передним бампером находятся выше, в районе 22,5 сантиметров от поверхности земли. Расстояние до порогов за передним колесом 25 сантиметров. Задняя часть на сантиметр выше, 26 ровно. Ну а край заднего бампера находится на расстоянии 30 сантиметров от асфальта. Чуть ниже этой отметки свисает запасное колесо. Но в целом, если говорить про геометрическую проходимость, у этого кроссовера с ней все в порядке. Что касается ходовой части, то здесь Peugeot 4007 также полностью повторяет машину-прародитель Mitsubishi Outlander. Здесь та же конструкция, схема типа Макферсон спереди, шаровые опоры, которые запрессованы в рычаги, по задумке производителя не должны меняться отдельно от них. И стабилизатор поперечной устойчивости, который здесь закреплен на подрамнике сверху, что слегка затрудняет доступ к его креплениям. Кстати, если вы будете смотреть исходную модель Mitsubishi Outlander, и она будет иметь V-образную шестерку, обращайте особое внимание на целостность подрамника. Именно на трехлитровых Outlander подрамники имеют свойство прогнивать до дыр. На 2,4 машинах подобное почему-то встречается реже. Соответственно, и к Peugeot 4007 не относится в связи с отсутствием здесь трехлитровой шестерки. Рулевая рейка у этих автомобилей самая обычная, гидравлическая, поэтому при осмотре поддержанного экземпляра особое внимание на отсутствие течи, как по магистрали высокого давления, так и по магистрали обратки, ну и, собственно, по сальникам самой рейки. Что касается антикоррозийной обработки этих автомобилей исходно на заводе, то здесь ее особо не было, разве что следовые количества шованого герметика, как нет здесь и большого количества пластиковых защит на днище, разве что термозащита над выхлопным трактом. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Здесь он металлический и его объем 60 литров. Что касается архитектуры задней подвески, то здесь по три поперечных рычага на каждую сторону. Сайлентблоков много и проверять эту хозяйственную исправность нужно обязательно. Задний стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике в эталонном доступе. Никаких вопросов по этой части нет. Ну а амортизаторы и пружины здесь представляют собой стойки. Ну а что касается полного привода, то в данном случае мы видим муфту подключения задней оси. И к надежности этой схемы на Outlander, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 вопросов никаких. Проблемы, подобные тем, которые встречаются на корейских моделях, таких как Hyundai X35, Kia Sportage или Sorento, здесь отсутствуют. А внизу под полом багажника располагается запасное колесо, причем в данном случае это полноразмерная запаска. Таким мы увидели сегодня кроссовер Peugeot 4007. Надеемся, после просмотра этого ролика у вас сформировалось общее впечатление о том, что представляет собой подобный автомобиль. Если вы эксплуатировали подобную машину, когда-то и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке такого варианта, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если обзор понравился, оказался полезен, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А также пишите, какие машины вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!